всем здорова друзья опять покашеварим в эфире опять я вам мозолю глаза опять я вас хочу научить готовить что-то классное сегодня у меня прекрасное настроение потому что сегодня прекрасный мега вкусный и мега мясной рецептик мясной говорю не серьезно говорю вот сегодня готовим с вами капустную солянку с мясом это не суп солянка суп солянка все прекрасно знаете что такое это второе блюдо из тушеной капусты с мясом с большим количеством мясных продуктов я лично это обожаю для приготовления капустной мясной солянки нам вот чё надо ну понятное дело капуста вот достаточно много по большому счету где-то средний целый качанчик я свинину возьму грамм 400 из мяса еще у нас будут сардельки класс и охотничьи колбаски подкопченники супер еще вот чё еще морковка еще луковки две маленькие достаточно ну или одну большую возьмите консервированные томаты в собственном соку друзья никакой томатной пасты забудьте про неё берите лучше томаты свежие или вот консервированные два листика лаврушечки мы возьмем и черный перец ну естественно растительное масло будем жарить на нем пригодится в общем как вы поняли резать в этом рецепте нам придется дофигища и поэтому видимо неспроста так ненавязчиво здесь сзади меня вот такой наборчик от самуры друзья фирма самура набор ножей харакири но характере не в смысле что как настоящие там джедая надо вскрывать тип кузяку а так вот просто классный набор ножей это бюджетная серия ножей от самуры стоит она примерно 4000 с небольшим рублей этот набор где есть все для полного счастья обычного домашнего поваренка конечно же этот набор ножей не справиться с какой-нибудь профессиональной кухни в каком-то ресторане с огромным объемом работы но для домашней кухни пожалуй это один из самых оптимальных вариантов оптимальных я сказал в этом наборчике вот такие вот скромненькие ножички маленькие для того чтобы какую-то миниатюрную работу делать там овощи нарезать ну не знаю что-то нарезать какими-то небольшими кусочками вот два таких ножичка есть но есть еще и достаточно серьезные дядьки вот такой вот шефский нож я честно говоря люблю вот именно такими резать ножами классической шефской формы за . кстати у ножей вот двусторонняя что удобно в общем-то для нас европейцев это японцы любят одностороннюю заточку а мы любим классику друзья еще набор входит на гире вот такой вот топорик я честно говоря конечно пользовался когда-то таким ножичком достаточно удобно это вот как раз фишка наверное японцев японцы любят такие ножи и сантоку нож сантоку вот такой формы ножей и никогда не было никогда не пользовала не пользовался онfficientü буду первый раз мне самому интересно пока первое впечатление что ножи достаточно приятное если вот маленьких ножах лезвия достаточно тонике ну в принципе это и должно быть чтобы нарезать тонкими кусками было удобнее то вот в ножах которые пацанские такие мужские сталь уже толще достаточно толстой стали они практически не гнуться это хорошо и приятно лежать в руках на удивление это бюджет серия неплохо я доволен самура спасибо что подогнали я буду этими ножиками пожалуй пользоваться проверим заодно сколько они не тупятся а тупятся все наши друзья все ножи тупятся если за ними не ухаживать надо ножички свои подтачивать периодически ну конечно приятнее подтачивать хорошие ножички ну к таким я наверное все-таки ножи от самуры отнесу не знаю как серия характери сегодня попробую первый раз ими порезать в конце подведу итоги понравилась она мне или нет для дома для дачи для подарка своим родным характере мне кажется вполне неплохой вариантик слушайте приятный ножик правда даже несмотря на бюджетность этих ножей они действительно недорогие но друзья 4000 за 5 ножей пожалуй это неплохо то есть ты купил набор и решил проблему с ножами на своей кухне просто навсегда друзья даже несмотря на бюджетность самура даст еще скидку для зрителей покашеварим по промо-коду минус 30 процентов только тихо это между нами друзья в течение первой недели после выпуска можно зайти на сайт вбить там какой-то куда-то точнее промо-код покашеварим либо по телефону сказать покашеварим друзья и вам дадут скидочку возвращаемся к рецепту свинюшку надо сначала нарезать на кубики вот у меня где-то двухсантиметровой толщины кусочки ну и сделаем примерно 2 на 2 на 2 такие вот кубики какой-то сковородке или вот и обжариваем свинину минут 6 перекладываем мясо в какую-нибудь большую кастрюлю а именно в большой кастрюле у нас будет готовиться в общем-то все основное блюдо туда будем собирать все ингредиенты желательно кастрюлю взять с толстым дном лучок нарезаем полукольцами и обжариваем в той же самой сковородке две-три минуты потом добавляем натертую морковь и жарим еще до почти мягкости моркови ну еще минутки три теперь правильно друзья переваливаем в кастрюлю капусту надо тонко нашинковать как раз на этом этапе я хочу попробовать нож сан току из серии характере я никогда таким ножом не резал повторюсь друзья вот хочу попробовать как он порежет мне капусту надо слегка присолить и пожать руками так она у нас будет мягче капусту перевариваем в кастрюлю с мясом обжариваем прямо в кастрюле минут 10 на достаточно сильном огне естественно надо мешать ну и маслица растительного добавить немножечко простом варианте используется томатная паста мне это не нравится категорически я не люблю томатную пасту томаты в собственном соку как я говорил добавляем тоже в капусте если у вас цельные томаты то их надо размять вилочкой если нарезанные или протертые томаты то прям сразу бахаем в кастрюлю добавляем несколько листиков лаврушечки и перчим естественно все надо хорошенько перемешать накрыть крышкой и тушить минут 10-15 еще один момент друзья я вам сказал 10-15 минут это просто ориентир а вообще следите за капустой когда она станет мягкой тогда переходим к следующему этапу следующий этап называется колбаски и сардельки зараза сложно снимать передачу пока шеварим когда пахнет вот так короче ладно нарезаем сардельки и колбаски кружочками немножко обжарить на той же самой сковородке добавляем обжаренный сардельки с охотничьими колбасками в кастрюлю все перемешиваем готовим еще буквально пять минут и по большому счету готово все может быть стоит немножко солить но тут дело вкуса вообще друзья если честно солить практически любое блюдо желательно в самом конце тогда вы не ошибетесь пробуйте уже готовое блюдо если вас не устраивает солите то что друзья вот и приготовилась наконец-то наша солянка а солянка это одно из блюд которые любят дети и меня . выразила желание его попробовать участвовать в передаче по кашеварим очередной раз вы не против сегодня блюдо будет пробовать она будешь пробовать и любишь передачу по кашеварим скажи вкусно или нет она попробует и скажет вкусно и ковыряй носик ну что вкусно скажи тебе понравилось или нет в общем вкусно действительно солянка давайте давайте я тоже попробую беспроигрышный вариант очень вкусная солянка серьезно короче вкусная солянка ничего солить не надо я лично ничего не солил вы посмотрите по своим ощущениям но достаточно по моему соли от копченых колбасок короче повторяйте рецепт быстрый обычно тушит гораздо дольше но чё вот эту заколку еще заколку еще тебе надо она без заколки никуда я согласен с тобой а в общем все друзья вот такой рецепт тебе понравилось передачи по кашеварим скажи всем пока до новых встреч что друзья небольшие итоги по ножам вот я ими попользовался показываю грязные ножи что не до снял а после реально попользовался этими ножичками чего могу сказать ну во первых я могу сказать лично для меня открытия нож сантоку я вот ножом такой формы не пользовался никогда им не очень понравилось реально пожалуй этим ножичком буду пользоваться теперь чаще нож на гире вот этот вообще прекрасен он отработал на ура он очень острый им реально удобно резать удобно резать вот я резал лук и мне показалось очень круто ну маленький ножичек чё про него говорить классный короче по чесноку друзья не в качестве рекламы вот здесь у меня сценарий передачи не в качестве рекламы а в качестве настоятельной рекомендации я вам могу действительно посоветовать эти ножички но вы сами все видите сценарию по кашеварим просто хана эти ножички режут прекрасно они будут резать прекрасно если вы будете ими заниматься харакири самура минус 30 процентов скидки в первую неделю после того как выходит ролик друзья пользуйтесь ловите удачу за хвост мне эти ножи реально понравились честно друзья без всякой рекламы это хорошие ножи они могут быть на вашей кухне и вы будете ими довольны я уверен вы мне напишите спасибо а кто кстати купил ножи со скидкой обязательно в комментариях пишите спасибо а я вам пожалуйста отвечу вот так а